Создать цифровое пособие по изучению традиций и норм поведения. Именно так можно сохранить и передать абсур, рассчитают молодые специалисты. По мнению исполнительного директора благотворительного движения послы доброй воли Абхазии Даура Барганджа, такое приложение будет содержать в себе всю необходимую информацию о кодексе чести абхазского народа. Идея послов заключается в том, чтобы проработать содержание нового пособия, которое будет состоять из двух частей. Это первая текстовая часть, которая будет из самых ключевых важных пунктов, которые представляет Абсура. Это приложение обязательно будет как и на русском, так и на абхазском языке. И вторая часть будет тестовая, где каждый желающий может проверить свои знания, насколько сильно он усвоил материал и насколько вообще тот или иной человек понимает Абсура. Такой метод молодежи в деле сохранения морально-нравственных ценностей у абхазов для представителей более взрослого поколения не видится столь эффективным. Пропагандировать Абсура в 21 веке необходимо путем его внедрения в современные письменные источники и литературу, считает почетный президент Всемирного Абхазо-Базинского конгресса Тарас Шамба. Вы понимаете, это же морально-нравственные ценности, они не закреплены ни в каких нормативных актах. Оно должно быть выработано в научных трудах, популярной литературе для того, чтобы показать, какие ценности нас объединяют. Уважение, допустим, к семье, любовь к детям, дети, почтение, уважение к старшим. Вы понимаете, когда мы идем по городу, не только здесь, а в любой стороне мира, когда видишь, что ты старший идешь, тебе кланяются, с тобой здороваются, это тоже одно из проявлений Абсура. Между тем, по мнению других участников круглого стола, проблема сохранения Абсура должна начинаться с повышения уровня жизни населения. К сожалению, Абсура и знаменитая такая черкесская адыгская адыга Хабза претерпела последние годы негативные изменения. Это дикая власть денег, это интернет, это вседозволенность. Но мне бы хотелось бы обратить внимание на нашу братскую Абхазию. Нашим братьям Абхазам гораздо тяжелее еще. Здесь сказывается постевоенный синдром, разрушенная экономика. Здесь сказывается и уровень жизни населения. И поэтому, когда мы говорим о возрождении этих прекрасных черт Абсура, мы должны в первую очередь думать о возрождении экономики. Решение проблемы изнутри или же создание пособия, по мнению общественного деятеля Абсулана Кубахи, не смогут заложить или же передать то, что должно быть в крови у каждого Абхаза. Нам кажется сегодня, что в Абхазии Абсура утеряна в каком-то смысле и так далее. Мы начинаем иногда путать некоторые вопросы этикета, которые меняются действительно. Этикет зависит от ситуации, в которой находится общество в тот или иной момент. И есть вещи, которые нам, конечно, очень не нравятся. Но глубина Абсура, которая объединяет, в том числе и этикет тоже, она сохраняется и будет сохраняться дальше. Я, наверное, не соглашусь с тем, что нужно создавать какое-то пособие. Пособие предполагает учебник, по которому надо учиться. Я уже говорил с юмором, а что мы будем в каждый момент заглядывать в телефон, допустим, и смотреть, а как надо поступить в той или иной ситуации, наверное, это не так. Как считает Беслан Кубахи Абсура, как морально-этический кодекс заложен в психологии любого Абхаза исторически. Именно поэтому создание мобильного приложения не будет иметь необходимого эффекта.